Сегодня продолжаем исследовать город Куаладумпур, наш второй день в нем и хотим увидеть старое здание, которые еще были построены лет сто так назад. Башню Минара и башня Петро нас видно со всех точек, наверное, Куаладумпура. Город сам небольшой, Куаладумпур, примерно 280 квадратных километров, в сравнении с Киевом там 850 квадратных километров. Население здесь 1 миллион 800 тысяч человек, плотность здесь получается большая, из-за этого такие небоскребы. А город сам был основан 1880-й, где-то так, да. Сколько не ходим по городу, везде есть велодорожки и такие знаки для велосипедистов. Здесь у всех номера черные. Я сначала первая машина увидел, подумал, возможно, это военные тут ездят. Сейчас мы находимся возле мечети Масджит-Джемек. Это первая мечеть, которая была основана в Куаладумпуре. Благодаря ей, по сути, развивался весь город, начиная с нее. Вот она, конечно, отреставрирована, но очень похожа на ту, которая была в 1900-х годах построена. Вон ее белоснежный купол. Но мы с Людой очень дико протопили. Я пришел в шорты к мечети. Я не знаю, о чем я думал. Люда, в принципе, нормально одета. Вот такой он был, Масджит-Джемек. Была основана в 1870-м году. Все-таки вместе с городом Куаладумпур. И сейчас здесь, возле Гамбак-Ривер. Вот здание Абдул-Смада. Это административное здание, к сожалению, закрыто для посещения, но полюбоваться этим красивым видом можно с любой точки, например, с этого моста. Будто в Израиле или в Палестине. То есть в само здание заходить нельзя, но мы можем прогуляться в его прекрасном саду. Вот таким было здание. Султан Абдул-Самад. Какое старое белоснежное здание на плане высоток современных. Смотрите, очень красиво, прикольно. Когда я взяла мороженое со вкусом радуги, теперь я узнаю, какой она вкус радуга. Это мой ад, Дуриан Киндом, королевского Дуриана. Что с Дуриана? Фу, воняет Дуриана. Взяли из печан. Это крошка ледяная с изглеченным молоком, кукурузой, ракисом и разными сиропами. Ну тут куча орешков, кукурузы и сиропов. Очень много всего. Прикольно. Охлаждает. Стоила такая штука всего четыре с половиной рингита. Капец, мы наелись, мы еще оставили там. Смотрите, в индийском стиле здание. Какая эта сеточка. Приближаемся по чуть-чуть к интересному индийскому храму. Мы сейчас к храму Шри Махамальяман. Смотрите, только сколько здесь всего. Таким внутрь говорит, можно в шортах зайти. Можно сдать свою обувь, потому что в обуви нельзя. За 20 центов этих храм вообще был основан в 1880-х годах. И он был таким личным для семейства. И никто сюда не мог пройти. И уже в 1900-х годах сюда разрешили выходить и людям. А так это все принадлежало одной семье. Красиво, но единственное, я не понял, кому они здесь поклоняются. Не увидел я здесь бога одного, может быть, всем. Без три, оригинальная дверная ручка. Оригинальная дверная ручка. Прикольно. О, крутая игрушка. Ты ложишь мячик сюда, надо забить в ворота американский футбол. Гоу! Это бы и обычный Халл Китти, но можно им делать, как Бэтмену Халл Китти. Знак. И тогда прилетает котик и начинает делать нечто-небичек. Конфетная упаковка в виде заправки. Сейчас в Чайна Тауне. Павла Аланпура. Пойдемся посмотрим, что тут интересного. Тут просто куча зазывак, которые останавливают тебя. Вся улица в вещах. Пахнет горелым чайом, да? Это каштан какой-то. Жарится, варится. Это съедобный каштан сладкий, как в Грузии мы пробовали. Китайский квартал какой-то малоатмосферный, почти не почувствовал Китая. Куча каких-то шмоток, куча продавак. Такое, не очень. Взяли два ананаса, по два рингита стоит. Внутри посыпают чем-то еще. Какой-то пудрой. Эта штука стоит 50 центов. И 15 бат всего. Римско-католическая церковь в Куала-Лумпуре. Святого Иоанна. Сейчас мы возле ботанического сада. Называется Таман Эко-Римба Куала-Лумпур. Прямо по джунглям бродим. Вот он мост, на который мы сейчас поднимемся по бытовой лестнице. Оу, лед не страшно? Чичать. В Куала-Лумпуре хочется только пить, 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 еще раз пить. Кушать вообще не хочется. Поэтому воды здесь надо с запасом бродим. Подвесном мосту. Он так шатает. Квозь джунглей. Видны высотки. Идем прямо через верхушки деревьев. И все, и выше, и выше можно подниматься. Ну вот следует бояться змею. Скорпиона. Какую-то огромную муху. И сороконожку огромную. Ну и к Минаре почти подошли. К ее основанию. Эта башня настолько высокая, что с нее официально разрешаются прыжки с парашютом. Также банджи-джампинг там доступен. Один из самых длинных полетов. В общем, вход на две локации. И на верхнюю и на куб, с которого можно посмотреть. И прозрачное дно, где. 199 ринггит. А если на обычную, просто наверх посмотреть на обзорную площадку. Стоит 49 ринггит. Работают они с 9 утра до 10 вечера. Днем как-то вид, мне кажется, не очень. Вот вечером. Очень красиво к башне Петро нас могут подключиваться. Поэтому мы еще думаем, жалко ли нам 25 долларов на человека или нет. Кто-то видит хоть одну блондинку здесь? Мы опять Нагасари Кари Хаус. У васи с ананасом и с манго. Пауз ананасом очень вкусный. Этот ананас добавляет еще больше кислоты. И он такой кислячок, кислячок. И потом после вкуса такое сладенькое идет. Сейчас взяли самое традиционное блюдо в Малайзии. Это насима. Это рис в кокосовом маке с арахисом, огурцом, яйцом и анчоусами. С острым таким соусом самбал. И главное здесь это именно этот острый соус. Я попробую этот острый соус. Я такой соус еще не пробовал, интересный очень. Но да, острый. Если понемногу насыпать, в принципе можно есть. С анчоусами. В кафешке разобщались с местными, не малайзийцы, но шпарят по-английски очень трудно. Один из них малайзиец, китайского происхождения. Он говорит, что сейчас много такого поколения, как он здесь, которые малайзийцы, китайского происхождения. Мы хотели просто перейти там улицу, и нам пришлось заходить в такой коридор, огромный и длинный, который ведет через чуть ли такие не магистрали автомобильные. В заведении познакомились с малайзийкой, пакистанского происхождения. И она нам дала попробовать, свой поделилась, дала свой поднос. Я не какой-то там вилкой, ничего не было, это был ротио. Руками поломал ее в хлеб, он был интересным, таким с риса сделан, и с каких-то бобов. И вот, она дала попробовать этот соус. Соус был с кокоса, он был острым, как будто какой-то кефир такой. Блин, в общем, я так понимаю, сейчас этот проход проведет нас прямо в торговый центр, возле башен Петронс. С этого перехода есть такие выходы в разные торговые центры. Кстати, еще один огромный плюс к этому заведению в том, что эта женщина сказала, что она 25 лет уже знает этого хозяина. И, собственно, это заведение там существует давненько. И отзывы нехорошие, поэтому и мы не умерли еще. Ну, привет, Петронс, я рано с тобой попрощался, поэтому еще с тобой пообщаемся. И местная сказала, что она здесь, в Малайзии, родилась, немного недалеко от Куала-Лумпура. Я спрашиваю, какое любимое место у тебя в Куала-Лумпуре? Она говорит, больше всего я люблю вот этот центральный парк, Келсиси. С видом на Петронс. Просто восхитительно. Я сказал, что мне нравятся здесь растения, что они везде. Она говорит, да, это очень круто, потому что, если бы не они, загрязнение здесь бы было очень серьезное. И действительно, в Бангкоке вот не хватает вот этого всего. Там мы действительно чувствовали вот эту загрязненность машинами. Тяжело было дышать. Все в масках там. Тут такого нет. Вчера подметили, что привыкли уже к тому, что они такие огромные. Сейчас смотрим, такие, не понимаем, блин, они просто огромные. Как можно к ним привыкнуть? Здесь боишься доставать телефон, потому что сразу подходит, подбегает чувак с фишаем на телефон и толкает тебя. И ты попробуй от него отговорись. Говоришь, есть ли у меня GoPro? Он говорит, нет, нет, все равно у меня лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы к тебе привыкли. Ты какие-то уже маленькие, башни Петро у нас. Неприкольно, идем домой. Вот опять мы идем по нашей улице. Мы хотели сбежать этого, но мы идем. Мне просто интересно показать, насколько тут приветливый персонал. Чего-то на камеру они боятся. Стеснительные на камеру они. Красные китайские фонарики превратились в зеленые здесь. В Северной Лавян продается, такая штука называется, антиэржироват. Сейчас в интернете пробили, что это такое? Какое-то кая какая-то. Думаю, что это такое? Это оказывается кокосовый джем, сделанный из кокосового молока, яйца и карамели. Офигеть, берем. Просто набирал этот напиток, все с меня дико ржали. Потому что видели мы еврейскую тему, что я по чуть-чуть набираю. И даже местный там кообедал себе, смотрит на меня и смеется. Этот сироп, вот чисто сироп, без этого льда дурацкого. Очень вкусная райская тема, особенно такой цвет, просто божественный. Это, кстати, с черникой. Очень прикольный. Сейчас чувак просто меня взял за плечо и говорит, заходи давай. И ведет меня, я ему такой, бро, смотри, у меня сэрный левен, он такой. Он быстро капитулировался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова